Это программа «Семь дней в регионе». С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. Традиционно, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 639717. Звоните, будем общаться. Итак, мы начинаем. Эта неделя принесла очередные кадровые перестановки. В Архангельске новый прокурор, пока с приставкой ИО, это Боба Санакулов, который до этого времени был заместителем Сергея Лунева, добровольного подавшего в отставку. В правительстве региона также новые назначения. Андрей Шестаков, совмещавший два поста, министр строительства и одновременно зама председателя правительства, остается теперь только в последней. Региональный минстрой с 16 ноября возглавил Михаил Яковлев, до этого директор Архангельска Автодора. Руководителем агентства по развитию Славицкого архипелага стал Сергей Громовой. Предыдущий глава ведомства Роман Бавашов покинул пост и уехал в столицу. Ну а место Андрея Алмазова, уже бывшего министра труда и соцразвития, покинувшего наш регион, займет Елена Молчанова, которая до этого была заместителем министра образования. Ротация продолжается. И еще о перестановках. Он возглавлял Архангельский областной суд 22 года и на этой неделе ушел в почетную отставку. Для Михаила Григорьевича Аверина наступает новый жизненный этап председателя суда в почетной отставке. Аверину исполнилось 70 лет. Именно эта возрастная цифра – предел пребывания в должности судьи. Пока временно исполняет обязанности председателя областного суда Дмитрий Григорьев, который работал заместителем Михаила Аверина. Из интересного. Госдума на этой неделе ввела штрафы за прогул заседания депутатами. За это проголосовали 424 парламентария из 450. Сумма штрафа за каждый прогул составляет одну шестую от зарплаты парламентариев. Расклад такой. Зарплата народного избранника – 450 тысяч рублей. Одна шестая от этой суммы – 75 тысяч. Вот столько заплатит депутат, если не придет на сессию без уважительной причины. Причем штраф будет не разовый, а за каждый прогул. Парламентариев также предупредили о том, что средства массовой информации будут контролировать присутствие депутатов в зале пленарных заседаний. Замечу, что на предыдущей сессии нашего регионального парламента депутата прокатили закон о прогулах. Дескать, мы не будем такого себе позволять. Теперь к теме, которая до конца года уж точно будет на слуху у всех и очень актуальна. На этой неделе в областное собрание поступил бюджет на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Уже в конце ноября его рассмотрят депутаты областного собрания, но уже сейчас все эксперты отмечают – главный финансовый документ будет сложным. Работа над документом велась в жестких условиях. Речь велась буквально о распределении каждой-каждой копейки. Мы об этом еще не раз будем говорить в нашей программе, а пока областной бюджет – это тот документ, по которому целый год живет вся Архангельская область. В него вносят коррективы, перенаправляют средства на другие статьи. Можно сказать, что все происходит, как и в каждой нашей семье. Мы тоже планируем бюджет, сопоставляем расходы и доходы, что-то покупаем, если не по силам, то от чего-то отказываемся. Ирина Ившина побывала в одной из архангельских семей, и вот ее некоторые наблюдения. Нет никакого кризиса, есть новая экономическая реальность, убеждены именитые экономисты и политологи. И архангельская семья Паникаровских в новой реальности готова жить с тем же запасом оптимизма. Бюджет в этой семье по-прежнему планируют по принципу жить сегодняшним днем. Не получился отпуск за границей, есть прекрасный домик в деревне под Вологдой. В театр привыкли ходить раз в неделю, одного раза в месяц тоже оказалось достаточно. Может, фруктов чуть меньше покупаем, потому что раньше как-то более это было проще. Но тут тоже не страдаем. В принципе, яблоки хорошие фрукты, а их можно купить чуть побольше, чем остального. На юбилей дети подарили Галине швейную машинку. Новое платье и юбка совсем не ударили по кошельку. И при этом по качеству не уступили собратьям из бутиков. Сначала я думала, что я буду шить для своего удовольствия, но потом вдруг решила, что почему бы нет, почему бы не одеть семью эксклюзивно. Когда-то я делала из разных вещей, собирала детям такие кофточки, курточки. Они у меня были очень изумительно одеты, я решила к этому вернуться. И вот, но уже более профессионально. Я закончила курсы кройки шитья, как бы смешно это ни звучало. На столе пироги из духовки. Иван-чай собран своими руками. Говорят, витамина С в нем больше, чем в шиповнике. Сделал торт с какао и сердечко из печенья высыпал. Все попробовали, все сказали, что давай пеки нам торты, будем экономить деньги. С маленькими девочками мама печенье делает. Ну, не тесто, сами ее забивают. И все это не столько ради экономии, говорят по-никаровски, сколько для удовольствия. А непотраченные деньги – просто приятный побочный эффект. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. Введение кошелька – это, можно сказать, часть культуры, часть финансовой грамотности. Кстати, хорошо, что в Архангельске этому направлению начали уделять самое пристальное внимание. В наш век, когда со всех сторон сыплется агрессивная реклама легких кредитов, это особенно актуально. Взять ведь всегда легко, но отдавать всегда сложно. Не зря в народе говорят, берешь чужое, отдаешь свое. Иногда такая финансовая кабала затягивается на долгие годы. Чтобы по максимуму упредить такое явление, на этой неделе в Институте открытого образования вручили свидетельства педагогам, которые прошли переподготовку по программе содержания методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся. Документы получили 47 педагогов Вельского, Верхнитуемского, Велеготского, Виноградовского, Приморского и Устьянского районов, а также городов Котлас и Коряжба. Стоит заметить, что наш регион одним из первых в стране стал внедрять обучение школьников и педагогов основам финансовой грамотности. Теперь перед педагогами задача обучить наших будущих активных пользователей финансовых услуг. Те знания, которые получат дети на логах финансовой грамотности, будут практичными и применимыми в реальной жизни. Занятия в школах начнутся практически с первых классов, поскольку жизнь показывает, чем раньше, тем лучше. Вы знаете, у меня такой случай был интересный. У меня ребенок подошел и спросил, вот у меня есть 100 рублей, я могу их отсканировать и еще раз заплатить? То есть уже проблема, ситуация, она налицо. С детьми об этом надо говорить, что это будет плохо уже, что это будет и мошенничество, и уже объяснять стоимость и ценность денег, чтобы они их раскладывали, в той же столовой пришли и правильно смогли свои финансы нацелить и распределить. Именно на таком бытовом уровне и будут изучать азбуку финансовой грамотности юные северяне. А до конца 2017 года более тысячи педагогов должны быть обучены методике и содержанию преподавания финансовой грамотности в школе. Теперь к еще одной грани финансовой грамотности в Архангельске сходить в баню стало дороже. Сразу оговорюсь, как и любое повышение цены, мера не популярная, но все же вынужденная. Стоит заметить, что тарифы на воду, электричество, из чего собственно и складывается практически любая цена на потребительские услуги, повышаются ежегодно с середины октября. Вот и попариться стало теперь дороже по расчетам финансистов на 28%. Просто прийти и помыться, так сказать, намылиться без фанатизма стало стоить 135 рублей. А вот чтобы с венечком, да в парилочке, тут придется раскошелиться на 295 рублей, то есть на 90 целковых больше. Кстати, чтобы там не говорили, все льготы сохранены. Помыться за чисто символическую плату по-прежнему могут дети в возрасте от 3 до 10 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто проживает в неблагоустроенном жилье. Светлана Дайнека продолжит банную тему. Марина Ермолина всю жизнь живет в деревянном неблагоустроенном доме. Быт соответствующий. Вода, дрова, помои. К этому сама женщина и ее соседи давно привыкли. Важная часть домашнего расписания – походы в баню. А расходы на баню – постоянная строчка семейного бюджета. Льгота – то, что у меня воды вообще никакой нет. Я живу в деревяшке, мы ходим в ЖКО, берем на год справочку, что подтверждает, и с этой справочкой ездим в баню. И нам дают льготу. Вот я мылась за 150 рублей. С 8 ноября тарифы на помывку в муниципальных банях выросли. Льготы на парилку вообще отменены. Это вызвало массу вопросов у людей, но, как выяснилось, все могло быть гораздо хуже. Экономически обоснованный тариф гораздо больше. Директор городских бань Сергей Сергеев показал нам расчеты, из которых следует, что билет в парилку должен стоить 525 рублей, а просто помыться – 220. Это те цены, при которых расходы на предоставление банных услуг окупаются. В противном случае муниципальное предприятие копит долги и быстрыми шагами движется к банкротству. Допустить этого город не может. 131-й федеральный закон обязывает муниципальные власти предоставлять жителям неблагоустроенных домов возможность помыться. В Архангельске эти задачи решают городские бани. Поэтому ежегодно в городском бюджете предусматриваются средства для горбань на покрытие убытков и обеспечение мер социальной поддержки. Правда, традиционно эти расходы больше, чем того требует закон. То есть город не должен нестить и обязательства по компенсации убытков горбань, которые связаны с предоставлением возможности попариться по экономически необоснованным тарифам. Нет дома горячего водоснабжения – добро пожаловать в муниципальную баню по доступной цене, но только помыться, что вполне логично. Пар – одинаковое удовольствие, независимо от того, где живешь. Поэтому сняты льготы для посетителей парилки. До 8 ноября билет стоил 150 рублей. Для детей до трех лет – бесплатно. Теперь 295 и для самых юных парильщиков – 50. Хотя и это экономически необоснованно. Реальная стоимость пара в горбанях, напомню, 525 рублей. То есть все равно будут убытки и бюджетные средства на их покрытие. В проекте бюджета субсидии в целом будут чуть ниже, чем в этом году. Общий объем субсидий составит более 22 миллионов рублей. Из них 18 миллионов 300 тысяч рублей – это субсидии на компенсацию убытков предприятия. И 4 миллиона рублей – это на предоставление мер социальной поддержки. Бюджетная субсидия для горбань в 2017 году будет на 9 миллионов меньше, чем в году текущем. Тем не менее, простая помывка в муниципальной бане останется вполне доступной. До ноябрьского повышения льготный билет стоил 80 рублей, стал 100. Правда, малышей до трех лет бесплатно больше не вымыть. Одно посещение оценено в 30 рублей. Светлана Дейнека, Евгений Зыков. 7 дней в регионе. Стоит заметить, что всего в Архангельске 18 бань муниципальных, конечно, и спрос на них, как показывает статистика, падает. Для сравнения, если в прошлом году помыться сходили около 5,5 тысяч человек, то в этом году уже 4,2 тысячи. Так что выражение «иди ты в баню» получает, похоже, прямое назначение. Кстати, произнося это выражение, конечно, человек таким образом защищает себя от слишком назойливого собеседника, и ничего опасного в таком словообороте мы не видим. Но, как говорит нам история, зря. Когда-то баня была местом, где происходили всевозможные обряды, от гадания до оргий, вместе с очищением тела и души, в бане проводили и магически очищающие действия. Значит, говоря «иди в баню», человек посылает другого человека к черту, к потусторонним силам. Так что посылайте лучше друг друга в баню с целью помыться. Так спокойнее будет. Я напоминаю, мы в прямом эфире 639717, наш телефон, поэтому звоните, будем общаться. Еще одно яркое событие этой недели, несомненно, вручение ломоносовских премий самым-самым лучшим жителям земли Поморской. Разброс профессии лауреатов очень большой, от инженеров и медиков до журналистов. Особенно приятно, что среди заслуженных и наш коллега Александр Антонов награду удостоен его документальный фильм «Архангельск» 1941-1945 годы. Картина была создана при поддержке архангельского телевидения. Самое главное для нас, что это не стало просто каким-то кинопроектом, это станет серьезным уроком, серьезным наглядным пособием для наших школьников. Этот диск уже поступает в школу. Я надеюсь, что в течение ближайшего времени в каждой школе на уроках краеведения на, может быть, не классных каких-то часах ребята будут смотреть этот фильм. Мы чуть больше будут знать о истории нашей Архангельской области. А для нас самих эта премия – это серьезный толчок к тому, чтобы мы приступили к продолжению, поскольку у нас есть планы, и мы надеемся, они будут осуществлены. Одна из наград отправилась в Северодвинск. Вместе с молодыми инженерами-конструкторами «Севмаша» Антоном Хабаровым и Михаилом Шиловским они разработали новый тип высокоскоростных подшипников, аналогов которым на сегодня нет. Новизна их заключается в том, что они имеют автономную систему смазки и более высокий КПД по сравнению с существующими образцами. Еще одна награда вручена авторскому коллективу Института физиологии и природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Совсем скоро один из ее ярких представителей будет в нашей студии. Ломановскую медаль за цикл работ об экологических проблемах освоения ресурсов Архангельской области получил зав. кафедрой Высшей школы энергетики нефти САФУ Марсель Губайдулин. Что касается прикладной геологии, здесь мы, конечно, в последние годы, особенно в 90-е годы, сдали позицию, что очень печально, и сейчас как будто мы начинаем постепенно из этой ямы выходить. Поэтому кадры уже многих мы потеряли, и наша задача теперь подготовить специалистов. кадров для работы в геологии. Вот почему мы в Институте нефтегаза, теперь это школа энергетики нефтегаза, открыли специальность. Вот четыре года назад прикладная геология. Мы готовим геологов нефтяников. Стоит заметить, что в этом году ломановские чтения были посвящены развитию минерально-сырьевого комплекса страны. Ну, как я и обещал, один из лауреатов премии имени Ломоносова сейчас у нас в студии. Это заведующая лабораторией регуляторных механизмов иммунитета Института физиологии и природных адаптаций Российской Академии наук Анна Самодова. Анна Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, примите наше поздравление за премию, за ломановскую премию. Это одна из высших наград нашей области все-таки, да? А подскажите, пожалуйста, за что ваш коллектив получил ее? Наша работа посвящена изучению внеклеточного полурецепторов. Внеклеточный полурецепторов представляет собой все то, что клетка сбрасывает в межклеточное пространство. Все, что ей не нужно для жизнеобеспечения. То есть это различные рецепторы биологически активных веществ, это и гормоны, это и молекулы, которые связывают клетку с различными ее компонентами питания. Это и глюкоза, и жирные кислоты, и аминокислоты. То есть все эти вещества, они поступают в кровь. И, соответственно, вот увеличение этого компонента внеклеточного, оно нарушает как раз взаимодействие клеток и крови, и лимфы, и межклеточной жидкости. И может приводить к непредсказуемым реакциям. Я знаю, что ваш коллектив работал над этой темой 7 лет. Это действительно настолько актуально сейчас, что вы, не бросая эти все разработки, упорно шли-шли-шли к этому? Да, в течение этих 7 лет была проведена очень огромная работа. То есть нами обследовано 678 человек. В эту группу вошли и практически здоровые лица, и жители, которые проживают в арктической зоне, и больные, это атопическим дерматитом, и больные раком желудка. То есть работа даже еще и продолжается дальше. Но вот все, что мы представили, это очень большой кусок нашей работы. Можно ли назвать это своего рода ноу-хау? Ну, в принципе, да, потому что литературных вообще источников, касающихся вот этому внеклеточному компоненту, очень мало. И в основном они касаются констатации фактов при какой-то либо патологии. Но все-таки зачем клетка сбрасывает эти рецепторы? При каких условиях это происходит? Чем грозит чрезмерное увеличение? Мы не нашли. И как раз мы попытались в нашей работе это доказать. Ну вот на какие заболевания это может повлиять? На развитие каких заболеваний? Вот это межклеточное, да, вещество? Межклеточное, да, пространство. Значит, нами получены два патента, касаемые двух заболеваний. Один по противоопухолевому иммунитету, это больные раком желудка, и больные аутоатопическим дерматитом. То есть это все те заболевания, которые связаны с иммунодефицитным состоянием. И то есть вот мы доказали, что этот внеклеточный пул как раз вот у этих лиц, он выше 80 единиц на миллилитр. То есть он и нарушает тонус сосудов, нарушает баланс веществ. Также у нас продолжаются исследования, и это также доказано на болезнях, которые вызывают воспалительный процесс. Это и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца, и миокардиопатия. То есть все те болезни, которые связаны с воспалительным процессом, когда нарушается внутренняя стенка сосуда. То есть людям, у которых, например, повышенное давление, тоже стоит этого опасаться. Да. Получается. Вы перечислили все те заболевания, которые очень актуальны для нашего региона. То есть и проблема эта тоже получается, она актуальна. Да, очень актуальна. А вот изучение вот этого межклеточного пространства может ли как-то повлиять на предупреждение этих заболеваний? Да, это может. Можно у нас вот эти патенты притворяются, так скажем, в жизнь. То есть мы рекомендуем использовать энтеросорбенты. То есть уже для каждого больного с конкретной болезнью разрабатывается схема для лечения. В принципе, это все можно предупредить. Можно ли сказать, что получение Ломоносовской премии вам и лично вашим коллективам – это главное событие уходящего года? Я думаю, что да. И я хочу также поблагодарить нашего научного наставника, нашего Института физиологии и природных адаптаций. Это доктора медицинских наук, профессора Добродеева Лилию Константиновну, которая все время нас поддерживает и помогает нам в исследовании. Я вас благодарю, что вы с утра сегодня нашли время. Еще раз поздравляем и новых вам открытий, что называется. Спасибо большое. Заведующая лабораторией регуляторных механизмов иммунитета Института физиологии и природных адаптаций Российской Академии Наук Анна Самодова была сегодня с утра у нас в гостях. Теперь к теме, которую мы поднимали в прошлой программе. И проблема на этой неделе получила свое развитие и даже разрешение. С Реушингой наладили транспортные сообщения. В минувшую пятницу между Архангельской и островной территорией запустили аэросани. Правда, пока дважды в неделю, но согласитесь, это же выход. Причем рейсов будут делать столько, пока не перевезут всех. Время в пути около трех минут, но насколько они на вес золота для островитян. С аэросанями помогли спасатели. Власти разработали схему движения. Сегодня в России день памяти жертв в ДТП. Транспорт, несомненно, позволяет экономить время, но в то же время он является источником повышенной опасности. Ежегодно по всему миру погибают и получают травмы более миллиона людей. Последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных конфликтов. И так совпало, что на этой неделе 40 дней со дня гибели Артема Кадацкого его сбил пьяный водитель на остановке Первомайская. Трагедия потрясла весь город. Одноклассники Артема в память о мальчике устроили на этой неделе акцию. Водитель, сохрани мне жизнь. С таким призывом к архангельским автомобилистам обратились ученики 36-й школы. Акцию школьники провели в 40-й день с момента гибели Артема Кадацкого. 3 октября алководитель влетел в автобусную остановку на Ленинградском проспекте, где находились три ребенка. Артем не выжил. На меня лично повлияло. Я стал аккуратнее задумываться насчет этого всего. Насчет того, что люди могут просто так погибнуть. Мальчик стоял, его ничего, просто сбили. Еще раз, может быть, через такое действие обратиться к водителям, которые позволяют себе подобные выходки на дорогах. И в результате ребята гибнут. В этом году произошло 49 ДТП с участием несовершеннолетних. 50 детей пострадали, двоих уже не вернуть. В ГИБДД отмечают, в авариях не всегда виноваты водители. Так, за лето пострадали 6 юных велосипедистов. Родители не научили детей спешиваться перед пешеходным переходом. Не объяснили, что автомобиль не может остановиться за долю секунды. Дети перебегают в проезжую часть. Неважно, на пешеходном переходе или вне пешеходного перехода. Водители не готовы к резкому появлению ребенка на проезжей части. Важная составляющая, чтобы обучать ребенка на проезжей части не делать резких движений. Впрочем, в любой аварии с участием ребенка наверняка виноват взрослый. Либо не научил, либо не научился. В ГИБДД добавляют, в дорожном движении, как и в жизни, воспитывай не только ребенка, воспитывай себя. Ведь дети всегда на нас похожи. Анна Кравцова, Ирина Ившина, Ольга Красулина. 7 дней в регионе. Несомненно, дети ориентируются на своих родителей. Так что давайте показывать им все-таки положительный пример. Будьте аккуратны, будьте осторожны. Уже почти неделю не работает детский сад «Семицветик». В Архангельске причина вспышка острой кишечной инфекции. На больничном один воспитатель и 12 детей. Вместе с ними еще 280 детей на вынужденных каникулах. Причины инфекции озвучат позже. А пока также на этой неделе депутат областного собрания Сергей Эммануилов заявил, что, цитирую, «ответственность за отравление детей необходимо ужесточить вплоть до уголовной». Все факты отравления детей в дошкольных учреждениях должны быть на жестком контроле. Необходимо ужесточать ответственность руководителей, учреждений и поставщиков товаров и услуг за отравление детей. В статье закона так и должно быть указано. За вред, причиненный здоровью детей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителями государственных, муниципальных и частных учреждений, а также руководителями компаний, осуществляющих деятельность торгово-закупочной сфере, предоставление услуг по договорам с дошкольными и школьными организациями. Еще одно событие этой недели огласили приговор директору скандально известной управляющей компании Торн-1 Виктору Голосевичу. Следствие длилось долго, судебные тяжбы тоже результат год и два месяца исправительных работ. Тему продолжит Артемий Заварзин. Работу Торн-1 под руководством Голосевича жители Архангельска оценивают однозначно. Вот группа в социальной сети, которая создана для того, чтобы, цитата, «защитить от бездействия управляющей компании». А вот жители подведомственных Торну домов, которые до сих пор с возмущением рассказывают о деятельности управляющих компаний. Зимний период – это самый большой, но 7,5 тысяч, как вы считаете, это было в седьмом году. 7,5 тысяч за отопление квартиры. Странная история с платежами за отопление и стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Голосевича. По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Голосевич оставлял на счетах компании 25% собранных с населения платежей за тепло. ТГК-2 недополучила более 37 миллионов рублей. Эти деньги тратились в Торнадин на другие нужды – обслуживание домов, зарплаты сотрудникам. Суд назначил Голосевичу наказание в виде года и двух месяцев исправительных работ с отчислением в пользу государства 10% от зарплаты. Прокуратурой города и гособвинителем будет изучен данный приговор, поскольку наказание, которое запрашивал гособвинитель в виде лишения свободы, не назначено. Впрочем, коммунальная война для жителей домов подведомственных Торнадин этим приговором не закончилась. Так, на Воскресенской 105 разгорается конфликт с участием новой управляющей компании «Феникс». Согласно Единому реестру юридических лиц, ООО было зарегистрировано в апреле этого года, спустя месяц после первого судебного заседания по делу Голосевич. И учредителем компании с именем «Птицы», восставшей из пепла, является Ксения Голосевич. По версии некоторых СМИ, это жена экс-директора Торнадин. Сейчас актив дома оспаривает в суде результаты голосования общего собрания жильцов, на котором якобы было принято решение уйти от Торнадин к «Фениксу». Новая управляющая компания, похоже, настроена решительно. Агитационные беседы, листовки в ящике с попытками очернить новое руководство Торнадин, которым, кстати, жители этого дома довольны. Торн в настоящий момент под руководством Резова Олега Павловича, то есть конкурсного управляющего Максименко, они работать стали с прибылью. То есть, если раньше мы все были в долгах и должны, то они работают с прибылью и пытаются, по крайней мере, у них работу видно, стало видно, по крайней мере, их деятельность. Сам Виктор Иванович Голосевич обсуждать с нами приговор суда отказался. Но ООО «Феникс», похоже, еще не скоро даст фамилии Голосевич кануть в лету. Артемий Заварзин, Ирина Ившина, Ольга Красулина. Семь дней в регионе. Теперь о приятном. Сегодня в Архангельске появится новогодняя елка. Первая в этом году. Традиционно ее откроют на Чумбаровке. Лесная красавица уже наряжена. Осталось только зажечь огни, что и приглашают сделать организаторы всем архангелогородцам и гостям поморской столицы. Ну а мы решили поинтересоваться, а чем запоминается нам всем уходящий год. Ой, 2015 год был вообще очень насыщенный, потому что я закончила университет в этом году, о чем я мечтала, наверное, всю свою жизнь. Закончила с красным дипломом, о чему была очень рада. И стала помощником депутата городской думы. Сын поступил учиться. Это самое главное событие, потому что поступали два года. Мы вместе ездили вниз, но в разное время. Да. Нам очень понравилось. Мне собаку купили. В этом году я строил свою любовь, я очень счастлив. В 2016 году я переехала в Сумпетербург. В 2016 году я поступила в САФУ на организацию «Работа с молодежью». И меня это очень радует, потому что это, наверное, единственное направление, на котором я реально хотела учиться на протяжении последних там трех-четырех лет. Самое яркое событие Архангельска в этом году, это что я уеду из Архангельска во Вьетнам через два дня. В 2016 год выборы были. В Государственную Думу сходило. Что еще? Ну, а так, слава богу, живы, здоровы все родные, близкие. Поэтому все хорошо. Чего мы и вам желаем. Обращу внимание водителей, что во время торжественной церемонии открытия новогодней елки участок улицы Поморская будет перекрыт для движения от 9 до 11 домов. А время с 15 до 17 часов. Ну что ж, друзья, увидимся на открытии елки ровно в 15 часов на проспекте Чумбара-Волочинского. Давайте начнем создавать уже друг другу новогоднее настроение. А пока именно такой мы увидели уходящую неделю. Наша точка зрения может не совпадать с вашей. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте все здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин